Планируют захватить мир и продаваться везде. Шаверма называется от Василия и Ильи. Почему же она так называет? Очень колбаски охотничьи. Да, приглашен, да? И еще какой-нибудь рисунок. Еще горячее. Смотри вверх. Я слаба в том, чтобы не жрать. Вот в чем я слаба. Я люблю покушать, покушать много, вкусно. Мы в Парглова. Очень холодно и промозгло в Питере. И на обзор. Ферма называется от Васи и Ильи. Тут у нее вон про дубльгиз сколько всего написано. Давайте посмотрим. Только две точки в Парглова, город Санкт-Петербург. Мы в одной из них. Во второй, кстати, качели висят. Прикиньте? Смотрите, какая погода в городе. Промозгло, дождь, ааа, слякоть. Здравствуйте, накормите вкусной шавермой. Здравствуйте, конечно. Действительно атмосферы и самого заведения. Вы, думаю, и так видите. Минималистичный лофт с такими прикольными надписями. Есть даже детские вон какие-то штучки. В принципе, окей. Но мы приходим сюда не для того, чтобы насладиться приятными видами и так далее. Мы приходим сюда покушать. Что же здесь есть? И вот это я хотел бы отдельно проговорить. Вот меню. Конечно же, главная вещь шаверма. Роллы появились. Шаверма. У многих она называется классика. Большая, маленькая. Чикитос, пикитос, каналья. Ну, в общем, сами напишите в комментариях, как еще называется. Есть там кисадилья, есть еще гирос. Ну, вы поняли. У них здесь по-другому. Они пошли другим путем. У них есть классика только одна. Вы только посмотрите. Китай, Германия, Бавария, Таиланд, Турция, Италия. Норвегия, Вьетнам, Мексиканская. Китай. Это вот как раз грибы, скорее всего. Древесные. Потом тут в составе будет сычуань, это соус. И курица-гриль основа. Посмотрим. Шаверма называется «Отворец». Шаверма называется «Отворец». Василия и Ильи. Почему же она так называется? Потому что два повара, два брата, Василий и Илья организовали это детище. Как я и говорю, две точки. Но они планируют захватить мир и продаваться везде. Амбициозно. Приятного аппетита. Пахнет какой-то китайской кухней, потому что соус и эти грибочки невероятно. Что говорить о везде? О ней надо попробовать. У меня гастрономический оргазм. Это вкусная китайская кухня, очень сильно напоминает из этих грибочков. Также здесь соус. Видно, они подошли с умом. Соус никак везде. Он отличается. Ну и, конечно же, курица должна быть, но курицу пока я не нашел. Вот. Вкусно. Хрустит нормально. У нее состав. Горчичный соус, овощи-микс, мясо. Но мясо – это сардельки. Это, наверное, сосиски, точнее, охотничьи. Точнее, колбаски охотничьи. Смотрите, сколько соуса. Горяченькое. Овощи-микс. И фишка, которая придает пикантность – это горчичный соус. А давайте лучше о еде не говорить, а давайте лучше о еде поедим. Горячее. Соус такой вкусный, нейтральный. Чувствуются овощи. Вот эта вот колбаска дает такой вкус копчености приятный. И горчичный соус – такую пикантность, как я и говорил. Вы знаете, вот с этой шаверной точно поработали профессионалы, технологи. О, смотрите, видно, не видно. Дым идет аж еще. Поэтому рекомендую здесь попробовать вот эту точно шаверную. Опять же, на вкус и цвет, но мне очень зашла. Все, кстати, дальше погнали в следующую. А я это пока даем. Для нас в заведении самое главное – клиент. И мы всегда рады пойти на какие-то уступки, еще что-то. И если у нас есть эти продукции в меню, мы всегда приготовим вам яичницу, какой-нибудь супчик тоже. Ну, то, что захотите. Иногда у нас приходят, просят свои какие-то особенные шавермы. Делаем по 700 грамм большие шавермы. Да, с мясом, с колбаской. Совмещаем любые продукты из нашего меню. Совмещаем с другими блюдами. Мы можем вам сделать, допустим, вок-рис. Но взять шаверму, взять курицу из Таиланда, темпура. Нарезать красивенько, полить тоже сладким чили. Добавить туда яичинку, каких-нибудь овощей, грибочков. Можем взять картошку полиевенской, айдарху, и сделать ее в сливках. Добавить туда грибочки тоже. То есть то, что придумаете, то и приготовим. Все для дорогих гостей. А это туалет. Какую-то обучку нашли. Смотри вверх. А-а-а, нет. О, боже. Я же говорил, мне не смотри.